Значит, это духовная природа. Духовная природа. Это абсолютно духовная природа. Вот по вашим словам, я вот подумал вот о чем, Сергей Васильевич, что любая болезнь психологическая и вот эта, значит, болезнь зависимости, это является результатом изменения вот этого изначального, как вы сказали, лика, лица, изначального лица творения Бога. Извращение. То есть оно меняется. И болезнь психологическая и психическая, все зависимые от дьявола болезни, они как бы изменяют отражение человеком вот Божьего лица. Правильно я понимаю? Да, Божьего творения. Божьего творения. Бог нас создал на добро, а не на зло. И вы правильно упомянули слово дьявол, хотя для многих людей, неверующих, атеистов, слово дьявол, это есть какое-то воплощение зла. Да, зло. Это реальная сила, которая сегодня противодействует Богу, убивая человека, потому что цель дьявола – прийти, украсть, убить и погубить. Вот и вот цель. У меня другие цели. Чтобы насолить Богу, выражаясь вот таким, скажем, веселым термином в кавычках, чтобы насолить Богу, он уничтожает людей. Да, конечно, конечно. Я подумал, что вот те люди, о которых вы говорили, я вспомнил Андрея Дмитриевича Сахарова, который утверждал, что он неверующий, но совершал всех в своей жизни христианские поступки. И я подумал, что, наверное, есть такая конспиративная вера в Бога. Тайные ученики. Тайные ученики. Они исповедуют и знают Бога, но публично как бы решили не выражать это. Но дела их говорят об этом. А дела и вера, конечно, говорят об этом. Не дал бы Бог, чтобы таких людей было побольше. Вы знаете, я о другом еще хочу спросить у вас. Недавно у меня брали интервью о том, является ли финансовый успех основным ерилом Божьего благословения. И я в этом интервью, очень как бы длинное интервью, но я сказал, в общем, можно сказать, одним словом, я сказал, нет, не является. Да, это может быть одним из проявлений Божьего благословения, но нет. Божье благословение, оно всегда зиждется в духовной сфере жизни человека. И вот после этого, это поместили на многих сайтах, после этого разгорелась такая дискуссия, жаркая по всему миру, особенно в русских, в России, и даже вышли статьи с названиями. Я очень удивился. Майкл Маргулис рассказал правду о пасторах. Я не рассказывал никакой правды о пасторах, я не имел никого в виду там конкретно. Но, тем не менее, вот многие, когда, как бы посчитали, что я имел в виду кого-то. Это не важно. А вот как вы, будучи пастором большой церкви, руководителем огромного евангельского союза христианского, вот как, по-вашему, должен жить руководитель церкви, пастор, священник, как по-вашему? Позвольте, я отвечу как бы немножко вот с начала вашего вопроса. Я прочел ваше интервью, оно, к сожалению, для меня, может, к радости, я не знаю, вышло на следующий день, как я покинул пределы России, приехал сюда, в Америку, и, видимо, там идет вот такая бурная реакция, потому что ваше интервью, я уверен, вызовет множество откликов. И, возможно, уже эти отклики есть, я просто немножко как бы вот здесь вне всей информации. И я полагаю, что многие будут воспринимать ваше интервью с какой-то вот такой радостью, ну, наконец-то, кто-то сказал правду и назвал вещи своими именами, что произошла подмена понятий благосостояния. Помните, апостол Иоанн пишет, хочу, чтобы ты здравствовал и преуспевал, но он там добавляет, как преуспевает душа моя. И вот многие, ну, для меня слово душа, это в том числе и благосостояние в определенном, скажем, определенный процент благосостояния. Вот душа, она стоит, там все, там и разум, там и интеллект, там и жизнь, и какие-то привычки, там, я не знаю, там и хобби, и в то же время некое имение, да. То есть, многие будут вас ругать, сразу скажу, скажут, вот Майкл Маргулис подлил во всеобщую, так сказать, топку критики евангельского движения, потому что это пастыри же, это же не священники русской православной церкви, там, или муфти, там, или же раввина. Вот он указал, что пастыри, вот, там, нео новых церквей, там, прочее. Вот, я понимаю, что тут скажешь, что он просто подлил масло в эту топку критики евангельского движения. Но, тем не менее, если это вызвало бурную реакцию, я так полагаю, что это вызвало, и я вернусь, не придется давать интервью, конечно, да, вот, вызвало бурную реакцию. Я, на самом деле, рад, что мы затронули, что вы затронули эту тему, и что тот журналист вам задал этот, очень непростой вопрос, о котором многие не хотели говорить. Я думаю, что проблемы существуют, проблемы существуют, и в ряде случаев, но этот ряд случаев, может быть, 3%, 2-3% от общего количества пастырей. Я знаю, что большинство пастырей – это смиренные, верные, посвященные, скромные, некичливые, там, вот нет этого китча такого, евангельского китча, да, вот то, что мы говорим сегодня о благосостоянии, да. Мы крутые, мы берем, мы крутые, мы возьмем, мы там наступим, дьявол на голову ему раздаем и так далее. То есть, вот, 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 я знаю, что 98% – это пастыри весьма скромные, я не могу сказать, что они, там, плачат жалкое существование. Это люди живут в достатке, люди живут нормально. Для меня образ пастыря – это образ его общины. То есть, другим словом, вот, я московский пастыр, да, моя община московская, да. Я должен жить, и я так и живу, как живет средний мой прихожане. Не как живут богатые прихожане, у меня есть богатые прихожане, у меня есть бедные прихожане. По московским меркам, бедные, потому что там бедные по московским меркам, где где-то там, знаете, в российской библиотеке – богатые мельтополицы, вот, и правильно сказали. Поэтому я живу, как живет средний мой прихожарник. Конечно, если ко мне приедет какой-то дорогой брат, сестра, скажем, откуда-то с русской глубинки, скажут, о-о-о, он живет неплохо, у него свой дом, у него машина неплохая, одноправно, на всю семью. Но это для кого-то показатель высокого уровня жизни. Хотя в Москве уже, по-моему, каждый третий имеет автомобиль. Для Москвы я живу скромно, для российской глубинки или там для бывших республик Советского Союза я живу достаточно нормально. Вот знаете, для меня, вот, я приглашаю в свой дом, мой дом это, знаете, проходной двор. У меня хороший дом, у меня постоянно служители разных регионов Российской Федерации, у меня прихожане наших церквей, то есть у меня постоянно проходной двор. Это свой двор любви. Любви, естественно. Я люблю служить своим домом. Я говорю, господи, ты мне дал такой хороший дом, знаете, вот, я... Теперь я понял, зачем ты мне дал. Теперь я понял, что ты мне дал. И, понимаете, вот, для меня служить своим умением, это благодать Божья просто. Поэтому я считаю, что пастор, он должен быть совестливый, он должен делать то, что прилично святым. Вы знаете, вот есть такое понятие, как неприлично. Вот это забытое, старое, такое русское слово, приличествует. Я его использовал, мне вот... Да, вы, по-моему, использовали. Говорил Петр, Питер Денека, он говорил, священнослужители должны быть приличными людьми, то есть не превышать то, что может себе позволить, там, бизнесмен или какой-то, там, очень крупный ученый. Он должен быть на своем уровне, потому что он демонстрирует смирение Бога. А вспомните, Майкл, как много ругали мать Терезу. Она была часто притчей во языцах. Вспомните, как ее ругали за то, что она принимала дорогие подарки, она принимала... Но она это употребляла для спасения детей, спасения прокаженных. Она это все передавала в приюты и прочее. Более того, она сама была с этими умирающими. Понимаете? То есть, я понимаю, что... Я, извините, я помню, что мать Тереза, то, что говорит... Католическая монахия. ...ископ Сергей Васильевич Риховский, он говорит о том явлении, когда мать Тереза, будучи в жизни очень скромным человеком, никогда не одевавшимся, не одевающаяся дорого или хорошо, никогда не пользующаяся дорогими вещами, она никогда не отказывалась от подарков с единой целью потом эти подарки использовать, продать, оптимизовать, и эти деньги использовать, потребить, использовать для нуждающихся детей, больных. Она служила беднейшим из бедных. Беднейшим из бедных, да. Я прошу прощения, продолжайте, пожалуйста. Вот мы говорили, что мать Тереза...